нас, кто был здесь впереди, как-то вот обожествляли, иконизировали нас. Мы такие же люди, такие же смертные, как и вы, но мы когда-то решили идти за Богом. Когда мне Сережа позвонил буквально месяц назад и сказал, Саша, приготовил небольшое слово, на 5-7 минут, епископ хотел, чтобы ты поучаствовал, мы хотим, чтобы ты сказал слово. И знаете, я около месяца ехал за рулем, ложился спать, я молился, Господь, я не хочу просто, знаете, молотить воздух, я не хочу просто здесь стоять впереди, и чтобы вы запомнили, какой я был одежды, да, хочу, чтобы твоё слово было, послание. И знаете, Бог дал такое слово, оно меня преследует целый месяц. Притчи, 28 глава, 20 стих. Верный человек богат благословениями. А кто спешит разбогатеть в этом мире, тот не останется не наказанным. И когда прозвучало стих в моём сердце, я не знал, где его найти, я отрыл быстро поезд, нашёл это место, но в моём сердце прозвучало слово верный, богат благословениями. Когда это слово прошло в моём сердце, у меня буквально пролетели 15 лет за несколько секунд. В июне месяце исполнилась для меня очень важная дата. 15 лет служения. И я вспомнил, когда Бог призывал на служение. И я не договаривался с Серёжей, Серёжа не договаривался со мной. Но когда Сергей говорит передо мной, что начни с малого. Я помню, что 15 лет назад я начал мыть туалеты в церкви. Я начал убирать зал, где мы арендовали ту церкви, где я начинал служить. Когда все разбегались, и пастор говорит, ну а кто помоет полы? Я говорю, давайте я помою полы. Я помню, что не стал у нас оператора. И мне пастор говорит, давай будешь носить элонки, провода, ботай. А у нас постоянно береги на поездки. И я это делал с радостью. Потом он говорит, можешь встать на группе приветствия. Знаете, мне казалось, что я, знаете, как Фигара, то там, то там. Ты можешь встать на группе приветствия, и когда люди будут приходить, приветствуй их. Я вам скажу, я не человек, который постоянно улыбался на то время. Я очень сильно комплексовал. Говорю, пастор, давай я еще раз полы помою после служения. Они на приветствии стоят. Давай я еще раз колоку перенесу. Давай я провода еще раз буду тягать. Говорю, нет, надо. Тебе надо учиться. И, знаете, именно 15 лет назад немножко больше Бог позвал на служение. На ночной молитве. Я всегда отношусь к ночной молитву. И в молитвовом собрании очень трепетно. Я верю, что это место, это служение для тебя может быть судьбоносным. Вы слышите? Не смотри на это служение, а на обыкновенное служение. Будь в ожидании, что Бог позовет тебя, что Бог откроет. Будь в состоянии ожидания. И знаете, вот для меня в 2019 и 2020 год я увидел Божье воздаяние за служение, за труд. Я знаю, что мы все ожидаем воздаяния на небесах. И наш епископ, наши пастора старшие, они говорят, друзья, если мы что-то даже в этой жизни не получим, нас ожидает награда на небесах. Но любящий Бог, любящий Отец уже здесь, на земле тебя и меня поощряет и вдохновляет. Буквально за полгода я посетил четыре страны. Израиль, Германию, Берегу, Беларусь. И когда закончились мои поездки прямо перед карантином, я дома стоял на коленях, и этот стих звучал в моем сердце. Верный Бога благословение. И когда мне люди спрашивают, Саша, как у тебя все получается? Как Бог благословил вас зданием? Благословил вас машиной на служение? Другие вещи. Я говорю, братья, что-то есть то, что происходит за кулисами. Есть то, что происходит за пределами. Я помню свидетельство с Сашей Матиенко, когда его отец отправил на служение на приколку. Это сейчас я смотрю, он успешный служитель. Но когда он мне рассказал свою биографию, понимаю, не все легко. Я знаю, что у нашего епископа не все легко. Да, Бог его благословляет поездками. Но есть трудные, будние дни. И еще одно место прочитаю и будем молиться. Это Малахия, 3 глава, 1 стих. Спасите, 13. Держа, святый, на мною слова ваши, говорит Господь. Вы говорите, что мы говорим против Бога? Малахия говорит, вы говорите тщетно о служении Богу. Зря. Что польза, что мы соблюдали постановления. Ходили в печальной одежде. Что польза, что мы воздерживались от труда, воздерживались от сигарет, воздерживались от дискотек. Сейчас какие мысли у меня были за период этот? Какая польза? Господь, я не вижу благословения, результата. И мы не мы считаем людей надменных, гордых, счастливыми. Лучше усправить себя, делающие беззаконие. И хотя эти люди искушают Бога, но они остаются целые. Но боящиеся Бога, говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это. И предлесом его пишется памятное дни. И обоящихся Господа, и ищущих имя его. Аминь. И они будут моими, говорит Господь Савоп, с собственностью моей, в той день, который я соделаю. И будут миловать их, как милый человек, сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым. Между служащим Богу и неслужащим. Я благодарю Богу, который помогает мне быть верным. Я буду с вами честен. Я благодарю нашему епископу. Я знаю, что я говорил. Который помогает мне быть верным. Павлу Николаевичу Дихтерю, Саше Макия, который поддерживает. Знаете, у нас у служителей бывают депрессные дни. Будние дни. Когда руки отпускаются. Я благодарю за команду, которая сейчас со мной приехала. Которая трудится со мной в Благовещенке. Я знаю, когда они меня поддержали смс-ками, каким-то посланием. Саша, не опускай руки. Саша, у тебя все получится. Да, я здесь впереди, но за мной стоят люди, которые помогают мне быть верными. Я благодарю за церковь, которая помогает быть верными. И желание моего сердца. Молить по Богу. Что бы ты сегодня не переживал, послушай, будь верным. Даже если ты упал, мол, пожалуйста, поднимайся. Даже если ты не все понимаешь, пожалуйста, поднимайся. Даже если ты не видишь просветку Нелли, продолжай идти, слыша голос Божий. Я хотел бы коротко помолиться и буду брать еще тереться.